Приветствую вас, братья-предатели! Ну что, поотрезаем головы? Сначала притворюсь, что я делаю задание. Всё как обычно. Красный прям напрашивается, чтобы я ему сделала секир-башка. О, саботажик. Притворюсь, что я набираю топливо. Ага, зелёный, вот ты и попался. Секир-башка. Ха-ха, отлично. И прячемся в моей любимой вентиляции. Постаю тут, как будто бы я задание выполняю. А сама тем временем буду планировать саботаж. А лучший саботаж это реактор или СО2. Перекроем им воздух. Да ё-моё, кто это зрячий такой? Ладно, притворюсь, как будто бы я не знаю, где нашли труп. Когда они знают, что труп нашли в электрике, теперь спросим, кто? И никто не знает, кто это. Конечно же ты не видела, ведь я сразу спряталась в вентиляции. А теперь закономерный вопрос, кого выгоняем? И мы все пропускаем. Своим примером я показала, что не буду голосовать против кого-то. И все последовали моему решению. Поэтому никого не выгнали, в том числе и меня, предателя. Ну что же, продолжу устраивать саботаж. Становлюсь на прежнее место, как будто бы выполняю задание. Открываю панель и устраиваю саботаж в реакторе. Пока все побежали спасать реактор, делаю вид, что я тоже игрок. И тоже пытаюсь спасти корабль. Тем временем поджидаю кого-то в реакторной. Но тут никого нет. Покручусь вместе с игроками, пускай они подумают, что я не предатель. Ведь я тут стою и никого не убиваю. Стою вместе с ними. Они теперь мне доверяют, ведь я тоже оказалась закрыта с ними в одной комнате. Они уходят, а я создаю впечатление, как будто бы я буду смотреть в камеры. Но на самом деле я готовлю следующий саботаж. Куда похуже. Я перекрыла за них воздух. Ну как, ребятки, есть чем дышать. Попробуйте теперь спасить. И пока я не буду чинить воздух, я найду себе новую жерстку. Нет, фиолетовый это слишком просто. Поэтому я направляюсь к пункту исправления О2. Смотрю, коричневый что-то чинит. Крять! Вот и моя победа. Из нас получилась отличная команда. А сейчас, народ, я вам покажу явное использование чита. Значит так, следим за желтым. Пока что я тут бегаю, выполняю там все нужные задания. Хочу, чтобы меня не убили. И все такое получаю. Кстати, я научилась проводить уже карту с первого раза. На это мне теперь не нужно много времени. Мне теперь не нужно много времени. Я себе спокойненько бегаю, выполняю всякие задания. Одним словом, хочу победить. И в один момент происходит саботаж. Я бегу помогать своим сокорабельникам, своим путешественникам в этом деле. Захожу в комнату для наблюдения, думаю, посмотрю-ка я в камеры. Тут приходит желтый и делает мне характери. И тут же кто-то находит труп синего. Об этом и заявляет. Надеюсь, ребята догадаются, что это таки желтый. Посмотрим их общение и видим, что сразу же черный говорит. Это желтый. Желтый пытается сопротивляться, но ему это не совсем удается. Давайте посмотрим, какое решение примут ребята. Вот и отлично, все проголосовали против желтого. Но не тут-то было, когда желтый вылетает, появляется надпись, что он не был предателем. Что я могу еще сказать? Сраный читер. Именно вот из-за таких вот читеров не хочется играть в эту игру. Зачем портить кому-то удовольствие от игры, используя читы? Вам нужна своя песочница, чтобы там сидеть и гадить друг другу на головы. Все, что я могу об этом сказать. И совсем другое дело играть вместе с ребятами, которые тоже хотят получать удовольствие от игры. Кстати, моим вторым достижением после того, как проводить карточку с первого раза, стало уничтожение астероидов. Задача была не пропустить ни одного астероида. Что я успешно и сделала. Если кому-то еще это удается, напишите об этом в комментариях. Но больше всего я люблю играть за предателей. Так что для начала просто сумментируем пробежку, как будто бы я бегу себе выполнять свои задания. Кажется, мне все верят. Но не стоит, потому что в любой момент я могу отрубить вам голову. И быстренько смыться в вентиляцию. Надеюсь, оранжевый не видел, как я вылезла из люка. О, похоже, труп нашли. Тут главное проявить быструю смекалку. Кто быстрее напишет где, того точно не заподозрят. Вот, например, меня. И красного никто не заподозрил. В то же самое время я сейчас использую свою старую практику, в которой я напишу, что я буду пропускать голосование. В итоге мы не смогли прийти к единому решению. И это отлично. Вообще-то вентиляция очень удобная штука для того, чтобы кого-то порешить. А вот, например, я сейчас запрыгну в вентиляцию и перемещусь. Смотрю, а тут человек выполняет свое задание. Он не увидит меня, если я вылезу из люка. Но, к сожалению, я уже пропустил этот мину. Также очень важно обращать внимание на камеры. Если на камере мигает красная точка, значит в нее наблюдает. В этот момент лучше не усоваться, а подождать подходящего момента, когда камера перестанет работать. Думаю, как раз наступило время для саботажа. Самый жесткий саботаж это с кислородом. Его очень трудно устранить и не все справляются с этой задачей. Пойду побегаю, помешаясь под руками. Пускай думают, что я тоже их спасаю. Ух ты, удалось устранить. Но ничего, это еще не вечер, еще не конец игры. Так что держитесь. Оранжевый тебе триньдец. Ой, как-то многовато свидетелей тут. Ничего, сделаю вид, что я выполняю задание. А тем временем я замышляю саботаж. Эй, куда все пропали? Ладненько, оранжевый, я же все равно тебя не остану. Кстати, помните свой вид союзников? Красный это мой, поэтому при нем я с легкостью могу убить оранжевого. Ну вот и все, красивая игра хорошо закончена. Народ, а вы пишите, какая у вас была самая запоминающаяся игра? И какие вы знаете трюки и фишки в игре Among Us? Если хотите поделиться своими знаниями, можете об этом написать в комментариях. А возможно, вы знаете какие-то баги в игре. Напишите про них и я обязательно попробую их проверить. Расскажите, насколько хорошо вы играете в Among Us? И за кого больше вам нравится играть? За членом экипажа или же за предателей? Жду ваши лайки и комментарии. А также не забудьте посмотреть мое первое видео об Among Us. И смотрите другие мои анимации. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok